Создаем, всего доброго. Спасибо. 38-я внеочередная сессия горсовета началась с принятия в ряды депутатов нового человека. Место Андрея Береснева заняла депутат по списку от Единой России Елена Розаева. В 2015 году она участвовала в выборах. Елена Владимировна работает заместителем директора ресурсно-методического центра и готова к ответственной работе депутата. Я буду являться членом двух комиссий. То есть это комиссия по социальной политике в связи с тем, что я работаю в управлении образованием. То есть мне близко и понятно знакомы чаяния и веяния во всех наших образовательных учреждениях. И также комиссия по ЖКХ. То есть то, к чему имеет прямое отношение любой житель нашего города. Поэтому, что я могу, тяжело пока ответить, потому что, ну, это сегодня моя первая сессия. Возможно, что, может быть, от моего мнения, ну, скорее всего, что будет что-то и зависеть. Ну, а так буду прилагать максимум усилий для того, чтобы помочь жителям нашего города. Депутаты обсудили четыре вопроса повестки, изменение устава Каннска, утверждение состава комиссии и числа депутатов, график приема граждан. А также подняли вопрос о правотворческой деятельности. Андрей Джейгет отметил, что стоит усилить работу депутатского корпуса и администрации города в отношении благоустройства территорий Каннска. В связи с продолжением программы по благоустройству городских территорий, мы приняли решение усилить работу и как-то пунктом занести правотворческую деятельность в ближайшее время, провести ревизию всех объектов, которые будут участвовать в конкурсе по отбору. Проект «Городская среда» продолжается, и в следующем году Каннску вновь выделят деньги. Уже в этом месяце жители города должны будут решить, какие еще территории нужно благоустроить. На этот раз голосование будет проходить на краевом сайте до 24 февраля. Однако список общественных пространств, из которых можно будет выбирать, пока не утвержден. Представители администрации и общественной комиссии до 9 февраля должны определить этот перечень, отдавая предпочтение территориям, готовым к благоустройству. Для меня, как куратора проекта на территории, мне не важно в самом деле, парк это центральный делается, или сквер в поселок строителей, или в первом городке что-то, да, не важно. Мне главное, чтобы был результат. Был результат, был эффект. От любого действия мы должны получить положительные эмоции и положительные отзывы от жителей, от людей, а не так, как получается. Мы что-то сделали, а люди говорят, вы доделайте. Надо же слышать людей и доводить до логического завершения. Кроме того, в этом году в Каннске продолжат благоустраивать центральный парк и возьмутся за поселок строителей. В рамках партийного проекта «Единая Россия» из федерального бюджета городу дадут более 20 миллионов рублей. По итогам голосования в этом году победил сквер в поселке строителей. Именно на его благоустройство потратят основную часть суммы. Однако, небольшое количество средств должны выделить на то, чтобы окончательно завершить работы в центральном парке. Здесь планируют доделать ограждение и провести озеленение. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал.